всем привет сегодня хотел поделиться наконец-то самодельный съемник для форсунок common rail выточили мне по моим чертежам из интернета примерные взял картинки я вам их сброшу в конце видео но я еще посмотрел такой лайфхак вот бмв форсунка common rail она сделана таким образом шок не не почти не подну нету не подобраться ни за что не захватить вот единственное решение это вот откручивается голова электромагнит и сюда накручивать специальный съемник он продается я артикул тоже сброшу на всякий случай кому может надо кто купит я посмотрел такой лайфхак в интернете здесь вот цепляется съемником таким вот его артикул кому или примерный так здесь вот резьба м10 на полтора я все подым 10 на полтора точил и обратно молотком вот видите она выбивается бывает форсунка настолько закиснет что ее вообще нереально выбить мы помню брали приваривали сюда шпильку большую толстую толстую и брали диск колесный туда вваривали два тормозных диска и вдвоем били и только тогда смогли вырвать форсунку сутки на это потребовалось вот но это как бы чтобы не снимать вдруг так пойдет форсунка что она не сильно закоревшая вообще если она шатается в стороны то она должна выйти я обычно беру головку сюда одеваю вот на 13 и расшатываю вот так вот ее в колодце и чуть аккуратно отверткой крышку клапану не поломаете вот может кому приходится использовать можете под ваши устройства еще я точил такую штуку вот это сама запчасть из форсунки сюда и и вкручивать внутрь сейчас объясню смысл этого съемника здесь вот вот гайка на тонкостенная мы тоже не приваривал такую штуку и она и ломает вот нужно именно толстая тут резьба м27 на 1 вот такой вот приблуду выточить я так все рассчитал что вот это вот бабушка сюда входит накручивается вот эта штука и она как бы держит стенку то есть вы поняли смысл этой приблуды вот такого ставится это чтобы две вытащили 1 поплотнее вот но она входит и накручиваем сюда эту штуку так потом берем мой опять же мою мой вот этот съемник у меня все под ну под один я сделал это штокс амортизаторы вы можете любую шпильку сюда использую там что угодно так так же сама все накручивается м10 на полтора мне сделали и все и выбивается еще и на всякий случай вытащил вот сюда такую штуку можно будет тоже закрутить и ну можно сюда какой-то угловую тоже вверх вытягивать и вот такую приспособу вытащили это для форсунок пьезофорсунок пмв н м57 н2 это после 2005 года у них штуцер сверху что удобно вот резьба там м12 и не помню я вам чертеж скину а вот чертеж какой-то но это не мой это токаря перерисовали наверное чертеж который я им давал чтобы им удобнее было делать ставьте на паузу вот это вот это приблуда так вот это вот это приблуда вот м12 на 1 и здесь и вот м14 на полтора это вот под штуцер форсунки и здесь им 10 под мою вот это вот должна быть не больше двадцати семей потому что там окантовка у форсунки будет мешать закрутить то есть не вытащили шестигранник можно круглую неважно я еще свой рисунок добавлю в конце будет фотография это бабушка диаметр внутри форсунки 24 я сказал сделать 23 9 18 но надо так рассчитать чтобы чтобы она там не колбасилась чтобы плотно прижалась чтобы не разломать форсунки вот этот край вот этот край у форсунки если будете в сторону сильно долбить он поломается вот он тоненький чтобы открутить вот эту штуку где она вот нужно муфта муфта это гайка на 10 подключена 10 но высокая и и вставить вовнутрь закрутите почему муфта потому что шестигранник сюда не зайдет потому что здесь торчит такой клапаночек то есть она должна быть с отверстием еще у меня есть такая приблуда я уже выкладывал видос на моем канале можете посмотреть это для чистки колодцев сюда вырубаются шайбы наждачкой но это если у вас не поврежден колодец то есть просто почистить его весь мусор который попал во внутрь мне вот пишут мусор попадет цилиндр испортится не испортится либо продуйте если есть у вас компрессор либо запустите в холостую двигатель все вылетит ничего не останется вот то что там весь абразив попадет допустим и сажа ничего с ним не будет если наждачки попадет кусочки да конечно они могут попасть между поршнем и допустим цилиндром но это настолько мелочь она все вылетит и сгорит при первых же запуске или просто выдуйте если вам не нравится этот вариант он уберите свой не не надо использовать тогда не надо писать комментарии что это не работает все работает я делал все получается вот решил поделиться в общем такой съемник продается на алиэкспрессе я видел там блин у них не написаны размеры главный размер это вот это м27 на 1 такого немецко ничего нет вот нарезали резьбу сейчас буду пробовать закручивается но не очень это резали на на токарном станке резьбу не не с помощью метчика вот ну я непрофессионально занимаюсь то есть мне это нужно для того чтобы приезжает на машина какая-то я обычно так справлялся вынимать но была одна машина что я форсунку не смог достать там надо было клапанку поменять я всегда предупреждаю что не достану если не достану то на сервис съемника нету профессиональные съемники конечно стоит дорого там порядка 50 долларов плюс на один раз и для себя ну тут сами смотрите покупать вам не покупать я вот свой вариант показал все это сам рассчитал все вот под себя сделал как мне как как мне надо как это может и не пригодится потому что я вытащил уже вот этот ну на всякий случай давайте проверим правильно ли вытащили токаря резьбу правильно вытащили ну тут два варианта я вижу либо сюда что-то вверх либо кто подтягивать можно с двух сторон и расшатывать можно шатать за это будет вверх подбивать или сюда такое ухо какое-то это же тянуть вверх если вдруг не надо ну чтобы не разбирать форсунку не хочется в общем разбирать сначала вот такой метод буду использовать потом такой и если уже на край то вот понимаете вот чем смысл токарей обычно такие вещи раз дешевле обходится здесь еще нужно посидеть по подумать как что вот видите она заподлицо должно закрутиться наверное надо подтачивать будет но или шайбочки подложить это не столь важная задача была чтобы они вы поняли что плотно обжать эту чтобы не было мало чтобы на излом не шло она не будет вот эта штука не должна давать когда прижмется когда ее прижмет она не даст не даст повернуть потому что будет упираться вот это сделал я знаю это я сам так сделал вот на этом наверное все если есть какие то вопросы это что касается common rail bosch вот самые такие вот и считай как это неудачная форсунка но неужели нельзя было что-то придумать и сделать как такую штуку чтобы ее можно было нормально обхватить зажать как-то не знаю ну так вот сделано форсунки то в принципе надежные долго служат если уход там но бывает надо поменять или вот разобрать машину цепь там поменять клапанку надо ставить форсунки здесь вот ну хомут должно в принципе держать единственное что сколько резьбы съемника этого хватит потому что съемник может сделаться и туда-сюда может сломаться ну будем аккуратно пробовать все сейчас вставлю рисунок я надеюсь я его найду потому что я им давал его нету вот все что у меня там фотки будут я все вставлю которые нашел из алика как она выглядит тут это черное там и мои мои пометки ну вам принципе вот этого достаточно будет но если ничего не хватит Продолжение следует...